История ресурсного центра по оказанию помощи для детей с аутистическими нарушениями в Бресте началась с масштабной работы по сбору и систематизации информации. Опыта по созданию подобных учреждений в Беларуси не так много, поэтому что-то заимствовали у зарубежных коллег, собирались на семинары, что-то узнавали из практики. А необходимость создания центра продиктована самой жизнью, ведь он существует как структурное подразделение специальной школы номер один среди воспитанников, в которой было много детей с подобными нарушениями. Для нас эта структура новая, она новая в республике, поэтому нам необходимо искать какие-то новые формы, пути. Что-то привносили свое, что сегодня наработано в республике Беларусь. Конечно, исходили из законодательства республики Беларусь. Почему мы стали это делать? Потому что очень много детей с аутизмом приходят к нам в школу. Им, конечно, нужна специальная помощь, она не может быть, скажем так, универсальна для всех категорий. На базе ресурсного центра с каждым из таких детей есть возможность работать по индивидуальной программе и особым методам. Для этого профессионалы-учители-дефектологи, IBA-терапевты, специалисты по сенсорной интеграции, биофидбеку, системе томатис, которые знают все нюансы и специфику реабилитации и проводят занятия в специально оборудованных для этого кабинетах. Наш центр оснащен огромным количеством оборудования, которое направлено на улучшение сенсорных ощущений, в частности, таких как тактильные, проприоцептивные, зрительные, слуховые, вестибулярные. Если в общем вестибулярное оборудование, оно решает вопросы у детей с гиперчувствительностью, гиперчувствительностью и поиском вестибулярных ощущений. Сейчас мы находимся в кабинете лего-терапии. Здесь проходят занятия по конструированию. Именно используется лего-эдюкейшн конструкторы, специально разработанные компьютерные программы, которые дети выполняют задания, собирают, развивают эмоции, речь, мышление, творческое, логическое. Родители обращаются с конкретными жалобами и нежелательным поведением ребёнка. Их приглашают на консультацию, ставят ребёнку диагноз, а далее с детьми начинается коррекционная работа по различным направлениям. Одним из таких методов является бост-терапия. Метод основан на электроэнцефалограмме. Ребёнку одевается специальный аппарат на голову, и с помощью в режиме реального времени на монитор вывозятся показатели ЭЭГ. И с помощью игры, которая параллельно на телевизоре работает, таким образом можно концентрировать его внимание, развивать показатели сосредоточенности. Нуждающихся в помощи очень много, поэтому программа в центре разделена на курсы. Первый из которых длился с марта по июнь текущего года. На данный момент идёт обследование в рамках второго, его протяжённый с сентября по декабрь. Уже сейчас о помощи, полученной на базе центра, есть множество положительных отзывов. А самое главное, эта помощь оказывается на безвозмездной основе. Уникальный коллектив. С детьми занимаются просто супер. Взаимопонимание с родителями. Государство работает. Спасибо программе, которая помогла именно в развитии для детей с особенностями. Мы сюда приходим с сыном в качестве основного образования. Мы учимся во втором классе. В данном центр попали вот в этом году только. Главное, что ребёнку комфортно и он получает именно то, что может освоить, скажем так, и находится в достаточно комфортных условиях. Несмотря на то, что центр отвечает современным требованиям и оснащён качественным оборудованием, он постоянно развивается и совершенствуется. Впереди много планов. Так уже в стадии подготовки находится комната социально-бытовой адаптации, которая будет создана при помощи благотворительного фонда «Новое поколение» при поддержке предприятия «Газоаппарат». Здесь воспитанники смогут в комфортных условиях сформировать важные навыки самообслуживания, которые каждому из них пригодятся в повседневной жизни.